во время многих тест-драйвов я говорю что у нас машина в максималке с кучей наворотов так вот сегодня не тот случай сегодня у нас тест-драйв mitsubishi sx и этот автомобиль практически в минимальной комплектации но если быть точным то эта комплектация называется invite плюс с двигателем 1 и 6 и ручной коробкой передач как утверждают представители марки именно такие автомобили покупают чаще всего и я им охотно верю и действительно по городу таких автомобилей ездит очень много я даже в некоторые заглядывал в салон и видел что там стоит ручная коробка передач что еще удивительно очень много ездит именно вот в таком цвете сером и поэтому нам пришла небольшая идея в голову автомобиль серый как внешне так и внутри глазу особо не зашло зацепит он банально даже обрамление решетки радиатора здесь это черный пластик более максимальных комплектациях он хромированных была хоть противотуманки поэтому решили сделать немного по-другому мы поедем там где красиво и там его красиво снимем давайте расскажу куда мы едем пусть мы держим в белгород-нестровске но точнее в крепость тамошнюю там очень красивые места все шикарно смотрится но во всяком случае на фото на google фото потому что никто из нас там не был и своими глазами не видел вот сейчас заодно и проверим по пути мы будем проезжать шабо затоку в общем где-то до ас x снимем путь у нас 262 километра если не ошибаюсь за это время мы посмотрим какой у нас минимальный расход и расскажу первые впечатления от автомобиля ну мои первые впечатления от машины не совсем первые потому что на ней уже проехал практически тысячу километров но чтобы не быть голословным 975 километров и это я приехал с киева в николаев вчера мы с серегой ездили в одессу сейчас он опять вот въезжаем в одессу так вот могу сказать сейчас по расходу что получается когда ехал с киева я старался экономить и расход стабильно 6 с половиной литров на 100 километров сейчас у нас экономия не было приоритете и расход составляет 6 8 литра на на сотню я когда машину из киева забирал то перед этим накачал себе музычки на флешку на дороге они тут то было нет вот банально нет есть экран мультимедиа сенсорный есть 6 колонок а юсби нет но зато есть аукс ну думаю следующий раз аукс возьму вот мы сейчас к этой поездке готовились и взяли аукс втыкать а и здесь засада здесь не просто ух здесь нужен тюльпан то есть на вход и на выход но разве сложно было поставить юсб не более bluetooth здесь тоже нет смы с мобилки послушать музыку не получается мне кажется что это совсем экономия в мелочах сейчас буду пытаться прорваться на набережную здесь песком засыпано передний привод но зато 19 метров сейчас попробую застрял вот вот так и с божьей помощью и с помощью человека мы смогли выбраться во вот сейчас вот мы здесь я немножко поход первая локация достигнута наш серый sx очень гармонично смотрится на берегу черного моря как мы немного поснимали и поехали дальше дальше то есть вот это очень редко на тест драйв попадаются автомобили в начальных комплектациях и это очень хорошо то есть когда мы едем максималки я говорю вот посмотрите здесь есть панорамная крыша здесь кожа рожа там круиз-контроль все а потом человек приходит в автосалон выбирает себе машину и понимаю что все эти опции они на самом деле очень много стоят а денег не у него не так уж много его выбирается машину по скромнее выбирает вот такой вариант ну вот сейчас есть у нас возможность покататься именно на самом массовом продаваемом варианте из комплектации invite плюс напомню здесь у нас стоит под капотом 1 и 6 бензиновый двигатель мощностью 117 лошадиных сил но и 5 ступенчатая коробка передач кстати сразу же коробки хочу сказать что ей явно не хватает 6 передач ну во всяком случае на трассе за 100 тысяч километров которые я уже намотал на и сексе у меня не он сложилось определенное мнение я точно знаю что мне нравится что нет вот например мне не нравится серость его как внешне такие внутренние внутри серый дубовый пластик тут немножко мягкие здесь вставки под карбон но это все на любителя также мне не нравится мультимедиа то о чем я уже говорил хотелось бы все таки больше возможностей слушать музыку дороги потому что радио дальних дорогах просто пропадает поэтому как это саму себя веселить также нет кнопок управления мультимедиа но это из-за того что у нас такая низкая комплектация в других вариациях она здесь было бы также мне не нравится шумоизоляция она могла быть получить во всяком случае с ручной коробкой передачи как у нас когда ты едешь по трассе включаешь пятую передачу едешь скоростью где-то 130 километров в час и отчетливо слышны обороты двигателя также какие-то звуки доносятся из колесных арок но это из такого что критично и особо больше так придраться ну не знаю можно тому что здесь вот глянец вокруг экрана он пачкаться это все такое мелочи сбоку виноградники значит мы подъезжаем к шабо но если честно никогда не был нам прямо да сейчас посмотрим и налево нам прямо прямо есть там какие-то красивые места или нет но если что просто купим себе винчика немного а вот шабо в центре культуры вина нам аэс икс поснимать не удалось зато побывали фирменном магазине и прикоснулись бочки на которой оставил свой автограф сам маэстро юмора моя бочка ваш клиент жива не скидит нас но где-то двенадцатого года да в шабо никаких красивых мест не оказалось мы узнали там внутри завода есть вроде какой-то музей но там экскурсия стоит дорого да и сейчас не работает но зато посетили магазинчик подышали ароматами винными но ничего себе не купили особо мы не алкоголики ничего не заинтересовало сейчас одна надежда на крепость конечно на трассе двигатель 16 мощностью 117 лошадиных сил немного не хватает во всяком случае для динамичной езды по трассе ну и по городу тоже если хочешь кого-то погнать то нужно более тщательно продумать свой маневр благо ручная коробка позволяет скинуть передачу или две повысить обороты и более уверенно пойти на обгон очередного дальнобойщика автомобиля пробег 35 тысяч километров ну и за это время уже салон немного произносился как где есть мелкие царапины но самое больше пострадало местного здесь вот возле личинки ключа я не знаю как это нужно постараться чтобы так вот его просто всего и сарапать это тремор должен быть так вот руки трясись потому что у меня уже несколько дней езжу меньше ни разу я мимо туда не попал то есть все время ватыгнул спокойно как она так получается для меня лично ну вот мы добрались до белгороднестровска точнее до его крепости а кирманской крепости ну конечно величина и сооружение так внушает уважение сооружение внушает уважение я прям стихами начал говорить считается самой старой крепостью в украине да и город немолодой основан в 502 году до нашей эры но мы сегодня здесь особо уже снимать не будем потому что солнце уже заходит холодно но главная причина мы очень сильно хотим есть нам еще нужно найти где переночевать а завтра вернемся и продолжим здесь съемки думаю кадров можно нахватать много красивых стены очень-очень колоритные захотели найти автомойку и столкнули что в белгороде днестровска все я хочу просто белого разговаривать аж этот а ты включил вопрос что очень узкие улицы в улице вообще просто убираетесь парк вы увидите да да главное так и будете убирать из парк налево до шоссе вот вот следующая улица будет параллельно этой вы выезжаете хоть белгород-днестровский город небольшой но мы все равно умудрились заблудиться после неудачной попытки узнать дорогу снова пришлось просить помощи у google карта у нас сейчас будет задача довести чистый аэсэкс до крепости а нам ехать очень далеко а в белгороде очень узкие пыльные дороги грится язык до киева доведет а в нашем случае до крепости мы просто подошли к администрацию спросили можно ли заехать он говорит да можно и мы сейчас на и сексе катаемся внутри белгородской крепости если честно когда мы вчера приехали то я посмотрел на крепость с одной стороны надую стенку ну и подумал что ну как то так не очень впечатляет сейчас же вот мы тут ходим более детально здесь конечно величественно внушаю доверия что эта крепость выставила многое третья и последняя наша локация для съемки автомобиля внутри аккерманской крепости аэсэкс смотрится великолепно многовековые стены придают ему величие и мужественности мы ни минуты не жалели что проехали сотни километров по дорогам различной степени убитости ведь в итоге получились просто отличные кадры задача выполнена вот и закончилось наше двухдневное путешествие такое небольшое побывали мы белгороднестровском аккерманской крепости даже внутрь туда заехали договорились с администратором нас пустили поснимали там красиво если вам нравятся крепости обязательно посетить этот город зайдите туда не пожалейте там год 40 гривен стоит мы свою миссию тоже выполнили сняли ас x красивых местах и я думаю вы это все же или увидели да скорее всего это уже увидите лишь посреди ролика все будем вставлять что хочется сказать про самая с x но машина да не новая есть у нее свои минусы это явно не хватает ей динамики не хватает ей яркости но это все как говорится на любителя если вы себе выбираете машину для поездки по городу куда-то именно на бездорожье выезжать не будете сильно динамично ездить тоже не любите то ас x как раз для вас я думаю что этот автомобиль выбирают больше не спонтанно а обдуманно то есть проверив куча разных вариантов и потом все-таки остановившись на ас x но у нас будут еще тест-драйвы поэтому подписывайтесь ставьте лайки все это мы делаем для сайта карфомен точка ком стараемся для вас спасибо что вы нас смотрите здесь закат о солнышко уже зашло море мы сейчас между одессой и николаевом и просто тепло и очень-очень красиво пусть и вам тоже будет везде красиво и тепло а